Мы с вами видели огромное количество гуселек Вот на этих вот фотографиях И мы видим, что колки вкручиваются в обечайку То есть в боковую сторону А гуселек В боковую часть конструкции И здесь и академическое крыло То же самое происходит Ну, я уж не говорю о леровидных Тут прямо в дерево вкручивается То есть звук, переданный в колки Он гасится в обечайке Увы, все, что струна своим колебанием дала нам в звуке В львиную долю мы теряем гашением в обечайке Что же делать? А решение вот такое придумали академики А давайте-ка мы поставим подставочку под струны И эта подставочка будет передавать звук в деку Давайте поставим Поставили Да, действительно, передают в деку Но длина-то струны уменьшилась А поскольку расстояние от колков до этой подставочки Как говорят академики Должна быть не менее 10-12 сантиметров То мензура, то есть длина струн уменьшается Примерно на 1,5 Где-то даже на 1,4 В результате мы выигрываем в передаче колебания струн на деку Но проигрываем в длине струн А значит в амплитуде колебания струны А значит в громкости Одно лечим, другое калечим Какое же есть решение? Решение достаточно простое Вот мы с вами взяли гусли Без острых углов И вклеили на нижнюю часть верхней деки Буковый брусочек, о котором мы с вами уже и говорили И этот буковый брусочек крепится только к верхней деке И только к обечайке Давайте мы с вами обечайку нарисуем И только вибрация струн Его заставляет двигаться Двигаться вместе с декой А нам это и нужно Для того, чтобы отдать звук на слушателя Вибрации деки Мы эту самую деку раскачиваем Вот Этим самым буковым Брусочком Итак Колки На деке Запятая Но это еще не все, друзья мои Ну, не будем писать о том, что Металла должна касаться струна и с этой, и с другой стороны Это и так понятно, чтобы звук был конкретным, четким Есть еще Вот такая особенность у народных Деоакадемических гуселек Маленькая Розеточка Но относительно маленькая По сравнению, допустим, с гитарными Здесь они вообще Массипусечные какие-то Высверленные Сверлом А ведь А здесь их вообще нет Вот только в одной конструкции есть Розеточка А в других нет А ведь звук Хорошо через деку он к нам приходит Но Колебания воздуха напрямую через отверстия Это же еще более сильно, более эффективно Поэтому Большие розетки Или группы розеток Это вот как раз Еще один шаг на пути построения гуселек-самогудов Ну и вот для красоты я выбрал для себя вот такой крест И лишь недавно Когда художник Максим Кулешов спросил меня А что это значит? Это что-нибудь значит? И я задумался На мгновение И на лету ему сразу ответил Это же энергетический крест человека Это девять энергетических центров Исток, зарод, живот Ерло Прошу прощения Перси Горло Чело и родник А это лада, леля Ну вот в терминологии Славянской нашей Ну и есть терминология на санскрите Вы знаете, как это Артаму Адхара Деса Хасрары Называются чакры И вот эти три отверстия Это три царства Золотое, серебряное И медное Большой объем воздуха Проходит через большие розетки И позволяет нам слышать Громкий, четкий звук Большие розетки Ну вот, пожалуй Да, с величиной розеток Главное не переборщить Иначе ведь Чем больше делаешь Объем Площадь розеток Тем меньше становится объем Самого резонатора Вот в чем фишка Правда, в чем фишка Чакры Время Д 스트레 Rom